Так, всем доброго времени суток, дорогие друзья! Так, тут к нам, значит, сегодня пришёл рекордер Zoom H1. Это очень хороший и очень популярный рекордер. Он пришёл ко мне вот в такой вот новой упаковочке. Вот. И, кстати говоря, для тех, кто не знает, вышла новая модификация этого рекордера. Он называется Zoom H1N. И он там как бы не сильно по характеристикам отличается от этого, но отличается существенно дизайном. И он стал там гораздо красивее и удобнее. Вот. Но я смотрел обзоры его на YouTube. И как-то мне по звуку больше всё-таки нравится этот рекордер. Там есть, конечно, некоторые фишки, которые здесь нету. Вот. Но они, в принципе, не особо существенные, потому что... Ну, для меня, по крайней мере. Так как я занимаюсь ещё пост-обработкой звука и видео. И, собственно, то, что там есть, мне как бы особо не интересно. Вот. Здесь звук, если честно, звучит гораздо глубже, чем на новой модификации. Ну, как мне показалось, по крайней мере. Вот. И, в принципе... Приобретением, как бы, я доволен. Так что мы сейчас посмотрим, что у нас там в комплектации. Вот. Что нам там положили. У нас, кстати говоря, ещё в подарок китайцы уложат вот такую вот штучку. Заказывал я это всё дело в магазине Ulandi на Алиэкспресс. Это неплохой магазин. Это не реклама магазина. Мне никто ничего не завозил. У меня канал небольшой, поэтому смысл на меня обращать рекламодателям нет вообще. Так что вот такие вот делишки. Я чисто рекомендую то, что я заказываю и чем я доволен. Что я могу порекомендовать. Я рекомендую. Если я недоволен, то я рекомендовать, конечно же, не буду. Ссылка, конечно же, будет на него в описании. Ну и, кстати говоря, по поводу вот этих штук. У нас в Украине тоже и в России продают их. Соответственно, также покупают на Алиэкспрессе или где-нибудь ещё. И в чём прикол, короче. Китайцы ложат вот эту вот защиту от, в общем-то, посторонних звуков. Чтобы звук чище был более-менее, да. Вот. Они ложат её в подарок. В наших же славянских странах что делают? Покупают, значит, вот это всё дело. А эту штуку продают они отдельно за 20 долларов, блин. 20, вах, это какой-то пипец. В общем, особенности славянской культуры. Так. Ну что, приступим к распаковочке, да. И будем смотреть, что там у нас внутри лежит. Так, поехали на камеру. Итак. Вот она, значит, сама коробочка вот такая вот. Zoom H1. Тут мы видим у нас все характеристики. Он у нас способен писать звук 96 кГц и 24 бита. MP3. Все дела у нас. MicroSD карта поддерживает USB 2.0. Здесь, кстати, для тех, кто не знает, это стало для меня небольшим сюрпризом. В рекордере у нас здесь USB mini. Поэтому для тех, кто не в курсе, советую заранее обзавестись кабельком таким USB mini. Так, коробки у нас пусто. Здесь у нас, как видим, подарок ещё вложит microSD. Это на 2 гигабайта. Это очень даже хорошо. Посмотрим, что там у нас такое. Так, вот эти вот штучки, кстати говоря, которые нам вложат в комплекте с кодами. Вот. Это у нас для скачивания бесплатных программ для, по-моему, обработки звука. Но они мне не нужны, так как у меня уже есть программы, и я другими пользуюсь. Хотя, в принципе, может быть, я когда-нибудь и попробую. Вдруг они окажутся лучше, чем то, чем я пользуюсь. Ну, в общем, ладно. Тут у нас инструкции. Русского языка здесь, к сожалению, нет. Так, тут у нас ещё дополнительные какие-то фишечки гарантии. Там ещё что-нибудь лежит у нас. Вот тут у нас всякие вещи. Есть дикат, кто там, туда-сюда. Ну, в общем-то, собственно, наш девайс. Заказывал я, вот, как видите, в белом цвете. Так, наша microSD. Причём чёрный почему-то стоит дороже. Не знаю, почему, но дороже стоит. Вот такой вот он. Честно говоря, по обзорам мне он казался как-то больше. Когда я получил, вот, ух, такой, смотрю, ничего себе. Он маленький такой, думаю, мне хоть не подделка пришла. И потом начал пересматривать обзоры, размеры там, всё. Ну, как бы, всё нормально оказалось. Он такой есть. Просто на видео кажется, что он немножко больше. Ну, на самом деле он довольно маленький. Если сравнивать, к примеру, с чем бы его даже сравнить, не знаю. Ну, с пачкой сигарет, например. Вот. Вот такой вот небольшой. По толщине почти как пачка. Довольно такой маленький, компактный. Что самое главное, лёгкий. Очень лёгкий вообще. Классно. Так вот у нас выглядит. Ничего, собственно, здесь не изменилось. Здесь у нас lockout. Это там шумы, по-моему, подавляет. Такой этот самый. Автолевел. Это у нас авторегулировка записи звука. Вот так. Формат. Можно в авт записывать или mp3. Так. Тут у нас звук мы регулируем. А здесь мы регулируем этот самый. Чувствительность микрофона. Здесь у нас выход под внешний микрофон. А здесь выход под наушники. Ну, тут у нас всё это. В общем, короче, он очень простой в использовании. Удобный. И я как в коробке сразу разобрался. Не смотреть ни инструкции, ничего. Как выставлять время, дату там. Вот. Всё такое. Это у нас кнопка включения. Это у нас hold. Когда мы поднимаем вверх hold. То есть он у нас блокирует все кнопки во время записи. Чтобы случайно не случилось какого-то нажатия. Здесь у нас микрофончик. Тут у нас батареечка вставляется. В новой модели, кстати, Zoom H1N. Там две батарейки уже вставляются. Здесь всего одна. Здесь у нас microSD стоит. Как видите, вот сюда вставляется. Некоторые жалуют, что неудобно открывается. Ну, в принципе, нормально, легко. Всё, ничего нет такого. Нет, не самое. Так. Чего тут ещё есть? Кнопка записи. Это у нас этот самый индикатор сигнала. То есть, чтобы у нас не было зашкалов, он нам сообщает. Когда он зашкал происходит, он начинает мигать. Так. Это у нас вот выход, о котором я говорил, mini-USB. Хорошо, что у меня где-то завалялся в mini-USB. Я его нашёл. И, собственно, нормально пользуюсь. Можно скидывать сразу на компьютер. То есть, подключаете и с рекордера уже перебрасываете файлы на свой комп. Не нужно доставать microSD там и, в общем-то, проводить лишние манипуляции. Собственно, вот так вот он у нас выглядит в белом цвете. Очень даже приятненький. Мне даже больше нравится, чем в чёрном. Замечательно, как смотрится всё хорошо. Защита у нас тоже сверху вот так вот одевается. Вот. Это у нас сделано для того, чтобы не было вот этих вот ударов, скажем так, воздуха. Когда говоришь, да, вот это пах-пах-пах, чтобы не было этого. Он гасит все эти вещи. Вот. Замечательная штука. И вот так вот сейчас посмотрим ещё на камеру, на другую. Как он у нас выглядит. Вот так вот, как видим, да. Он довольно небольшого размера. Помещается полностью в руку. Можно его обхватить. Вот. Во время записи, когда микрофон его держите, желательно не юзать его постоянно в руке, потому что он записывает вообще все звуки, начинает идти все шорганье по корпусу. Или вообще ещё лучше его на что-нибудь прикрепить и говорить. Хотя и в таком случае, если вы будете тоже так вводить рукой, то он тоже будет эти звуки записывать, поэтому поаккуратнее. Вот. То есть, если уже взяли в руку, то твёрдо держим и не матьсяем его. То есть, вот так вот обхватили и всё, и говорим. Ну и, соответственно, сильно близко тоже подводить к лицу не надо. Где-то вот на вот таком вот расстоянии примерно, чтобы записывать нормальный звук. Ну, как видим, здесь сантиметров. 10, 15, где-то так. Можно чуть дальше. Если уже совсем на вытянутую руку говорит, то звук уже будет хуже. Ну, точнее, будет тише и не такой глубокий будет. Вот. Поэтому, собственно, говорим, как обычный микрофон, да, у нас. Вот, держим и на таком расстоянии болтаем. Вот. Очень, кстати, хорошая вещь для журналистов. Тоже вообще в качество звука я просто был удивлён. Глубокое, прям такое, такое, как я хотел. Замечательно. И, кстати, по поводу петлички. Когда к нему подключаешь петличку, звук несколько отличается, потому что петличка, она как бы пишет в частоте меньше, чем записывает сам рекордер. Поэтому сколько бы этот частот не выставлял, он всё равно будет писать столько, сколько бы даёт петличка. Поэтому обязательно подбираем тоже под него петличку, для того, чтобы у нас звук был такой же, как на самом зуме. Вот. Ну и даже с этими, значит, факторами всё равно пишет вообще намного лучше, чем я записывал с телефона. Вот. То есть разница колоссальная просто. Звук чистый, глубокий. Ну, конечно, есть шумы некоторые, но после обработки они все убираются. То есть с этим проблем нет. Собственно, такого. И сейчас, наверное, ещё послушаем, как он звучит. Наверное, я запишу звук с петлички и с самого рекордера напрямую. Так что, ну что, поехали, протестируем. Так, ну и сейчас я записываю звук этот самый с рекордера. Я подключил внешний микрофон, петличку. Вот она. Вот сам рекордер у нас, значит, подключен. И слушаем звук, как же звучит у нас рекордер через петличку. 1, 2, 3, 4, 5. Рекордер подключил я опять. И вот так вот он у нас, в принципе, звучит. Так что, слушаем, оцениваем. И сейчас я ещё запишу звук непосредственно напрямую на рекордер, чтобы вы почувствовали разницу. Так, а вот так вот у нас звучит рекордер напрямую без петлички. Вот, я надел на него вот эту вот шапочку. Вот, и слушаем, как же звучит рекордер у нас напрямую без всяких внешних микрофонов. 1, 2, 3, 4, 5. Подключил я микрофон опять или не подключил? Нет, я не подключил микрофон опять. Так что вот так вот звучит у нас Zoom H1. Оцениваем качество звука, как он у нас тут работает. Записываю я в частоте 96 кГц 24 бита. Вот, так что слушаем внимательно, как же он у нас звучит. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Zoom, 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 zoom. Вот так вот он у нас звучит. Ну вот, собственно, обзор подошел к концу. Так что, значится, подписываемся на канал, ставим лайки, задаем вопросы в комментариях. Может, я что-то упустил, может, что-то хотите посоветовать. Обязательно отвечу. И, собственно, вот такие вот делишки. Zoom H1. Самый лучший бюджетный микрофон. Вернее, рекордер, который только можно купить за эту сумму. И, кстати говоря, купил я его за 86 долларов. Вот, когда в других, значит, магазинах он стоил 100, 100 с чем-то баксов. У нас в России, там и в Украине он стоит гораздо дороже. Где-то 130-140 долларов. И почему такая разница? Ну, прям вообще. Ошалели с такими наценками. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч, ребят. Пока. Пока. Пока.